Да, ну что ж, мы будем болеть, естественно, за наших российских ребят на предстоящем чемпионате мира по биатлону. Во время первой гонки чемпионата мира в Рупольдинге перед экранами телевизоров собрались миллионы болельщиков. Во всех спортивных барах страны огромные кассовые сборы. Как здорово всё начиналось. Некоторые фанаты успели сорвать голос ещё до первой стрельбы. Так хотелось, чтобы россиянга Ольга Вилухина стала лидером в самом начале гонки. Но с каждым километром отрыв только увеличивался. Вся хронология событий в буквальном смысле налицо. В печальных глазах появилась радость только на втором этапе. Ольга Зайцева, хотя и отстрелялась с двумя промахами, сумела сократить отставание на финише. Спортивный бар взорвался, когда на трассу вышел Дмитрий Малышко. Женщины не справились, но мужчины вполне могут показать и высший класс. Ведь по результатам сезона биатлонисты, в отличие от биатлонисток, занимали более высокие позиции в рейтинге. Но ни Дмитрий Малышко, ни Антон Шипулин сюрпризов не преподнесли. Убежали далеко не как метеоры, на огневых рубежах допускали ошибки. В результате Россия на пятом месте. Надежда была, особенно когда на последний круг, на последнем стрельбе промазали немцы, стреляли с доп. патронами норвежцы. Шансы были, но тоже у нас стрельба не пошла и в итоге проиграли даже шведам. Фанаты, которые не пропустили ни одного соревнования с участием кумиров, достойно восприняли неудачу российских спортсменов. Искренне порадовались за Норвегию, Словению и Германию. В биатлоне есть такое понятие, биатлон-фэмили. И то есть тут уже не важно, какая нация, какая страна, просто как бы за весь вид спорта, за любого спортсмена радуется. Что ему сегодня удалось, как Яша Факу, который вот с такой непонятной стороны, а вот на пьедестале. Этот рыжий милый лис – официальный символ чемпионата в Рупольдинге. Болельщики надеются, что наши спортсмены, подобно этому сказочному персонажу, окажутся хитрее и проворнее своих конкурентов. Но сбудутся ли прогнозы, и удастся ли россиянам сказку сделать вылью, предстоит увидеть. Впереди еще 10 дисциплин. Уже сегодня эта группа фанатов присоединится к россиянам в Германии. Сразу после трансляции болельщики поехали собирать вещи. Отправляясь в Рупольдинг, фанаты поставили себе непростую задачу. Перекричать немцев, хозяев чемпионата. На мороз-то, конечно, холодно стоять и болеть, но когда там твой спортсмен бежит, прям мимо тебя, на первом месте, это все, это хоть минус там 500, пусть будет все равно так здорово вообще. Ничего не чувствуешь, чувствуешь радость такую. И такое как-то даже сердце прям вот бьется так, что прям такая атмосфера реально. Александра Корнилов, Алексей Гудков. Все включено.